Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье, и поговорим мы сейчас о замерзающей в Европе. На связи с нашей студией наш коллега-журналист из Германии Евгений Кудриц. Женя, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насчет замерзания вы, как всегда, немножко преувеличиваете. Вот видите, я сегодня уже без всяких фокусов в рубашке одной включил отопление немножечко, чтобы не было тепло. Так что, но об этом мы чуть позже поговорим. Но это уже такой мем стал, замерзающая Европа. Но это больше, чем мем, конечно, но интересно об этом поговорить. Но я бы хотел все-таки начать со шпионского скандала, который прогремел в Германии. Охранник посольства Великобритании оказался российским шпионом. Что же там произошло? Ну, было бы гораздо логичнее, если бы охранник российского посольства оказался бы чьим-то шпионом. Но вы знаете, действительно, некий Дэвид Смит, он уже сознался в том, что он действительно был шпионом и в пользу России. Но это была его бытность, когда он работал техом охранником. Это было раньше. Ему 58 лет. И он предоставлял информацию закрытую. Хотя, с другой стороны, каким могут быть информации у охранника? Ну, мы знаем, да, что кто более всего осведомлен? Это охранники, вахтеры и прочие, так сказать, уборщицы. Так что тут нет сомнений, что он обладал какой-то информацией. Но самое интересное, что когда у него провели обыск, то, среди прочего, документов обнаружили у него, например, российский триколор. То есть он таким был фанатом России. Да, и кроме того, у него были военные атрибуты СССР, фуражка Черноморского флота и кружка с флагом Новороссии. Женя, я прошу прощения, мне напоминает старый анекдот про Штирлица, который шел по Берлину в Буденновке, а за ним вылочился парашют. Да, это очень интересно. Но вот он жил в Поддуме. Но о чем он там жил, непонятно, если он уже не работал в этом посольстве. Что он там делал, непонятно. Но, видимо, не так он хорошо работал, раз это стало известно немецким спецслужбам. Пока непонятно, чем закончится это дело. Нет, понятно, чем судом. Но что ему там предложат, какой срок, я думаю, может, не очень большой, в зависимости от того, какие он секреты выдал. Но вообще странно, что Великобритания и Россия, вы знаете, в каких они сейчас напряженных отношениях, и вдруг вот такая вот любовь к России. Но может быть, у него что-то, видите, если он советскую хранил атрибутику, может, это еще у него старая какая-то любовь. Ну, давайте тогда вернемся к поставкам энергоносителей. Зима, как мы уже отмечали неоднократно, оказалась не столь суровой, как предполагалось. Ну, правда, еще только ноябрь месяц, неизвестно, что будет дальше. Что происходит с энергоносителями, с ценами на электричество, на газ в Германии? Ну, раз вы уже сами затронули тему зимы, действительно, зима еще не началась, еще только ноябрь, но уже планируют, вернее, не планируют, а ожидают аномально теплую зиму. И вот специалисты, хотя, конечно, верить им не очень-то приходится, мы знаем, да, что к сотрудникам, которые занимаются прогнозом погоды, всегда есть какие-то претензии, потому что не всегда совпадает то, что они говорят, с тем, что являются. Ну, вот мы скоро посмотрим, насколько их прогнозы оправдаются или нет. Теперь, что касается помощи, то действительно, вот, Бундесрат ФРГ одобрил помощь потребителям газа, и на это выделено около 9 миллиардов евро на компенсации. Так что, вот, те, кто пользуются, это имеется в виду небольшие компании с уровнем потребления не менее полтора киловатт-часов в год, им будет компенсирован взнос за газоснабжение в декабре. Ну, естественно, это уже, я думаю, после Нового года произойдет, потому что по факту нужно будет посмотреть, сколько они потратили. И вот такой вот план по смягчению нагрузки на потребителей. Так что, если у кого-то там будут... Это, секундочку, это компаниям, это компаниям, а что простые потребители, то есть, вот, рядовые граждане? Рядовые граждане, значит, если, это все зависит от их доходов, то есть, если они не смогут в силу того, что они малоимущие, заплатить эту сумму, значит, им тоже, естественно, будет это все компенсировано, но позже. Потому что у нас так, перерасчет идет где-то весной, и тогда уже понятно, что какие будут цены. Но, например, на энергоносители, на свет, электричество уже прислали, что будут повышены где-то в полтора раза. Вот, насколько я знаю, если было, например, около 30 евро, то сейчас это где-то около 70. Ну, даже почти в два раза получается повышение. Это уже на ответ. Что касается газа, то посмотрим, но, во всяком случае, если действительно зима будет теплой, то будет меньше потребление газа и меньше оплата, то есть, все взаимосвязано здесь. Да. Евгений, а что вообще с наполнением этих самых резервуаров газовых? То есть, обычно в ноябре месяце должны подходить с полными, стопроцентная заполняемость. Или бывало в былые годы тоже, что там 70, 60, 50, 80. Что сейчас происходит? Ну, сейчас почти 100, насколько я знаю, там 90, 98, почти 100. Насчет прошлых лет как-то мы на это не обращали внимания, потому что не было вот этих проблем. Никого это не интересовало, да? Да, но сейчас, кстати, вот как раз вы с языка сняли по поводу замены. Сжиженным газом это все заменяется, и уже Европа, Евросоюз переходит на этот сжиженный газ. Так что святое место пусто не бывает, и я думаю, что в ближайшее время вообще будет чуть ли не полный переход на сжиженный газ. И вот Россия в очередной раз тут просчиталась, потому что вот это известное выражение Путина про волчий хвост, мерзни, просто, ну, физически не может быть. Есть какие-то естественные вещи, которые не поддаются его влиянию. В настоящее время, вот в тот момент, когда мы с вами записываем эту программу, должен открыться саммит Большой Двадцатки. Пока что идут предварительные встречи, ну, так условно говоря, прелюдии. Да, вот в частности, во время этой прелюдии встречается Байден с руководителем КНР. Что говорят в Германии о том, что, скажем так, я попробую сформулировать по-другому, что ждет Германия от саммита Большой Двадцатки? И почему не поехал Путин? Что об этом говорят? Ну, вот по поводу неприезда, вернее, даже неприезда, а неучастия Путина. Потому что Путин не будет участвовать даже в виртуальной такой части, то есть по видеосвязи. До последнего это такая была интрига. Но потом выступил Дмитрий Песков и сказал, что у Путина такой напряженный график, что не может даже выделить какое-то время для того, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Но вот Олаф Шольц, например, считает, что Путин не захотел выслушивать критику на G20, потому что, естественно, никто ему ничего хорошего бы не сказал. Но, как вы знаете, туда полетел Сергей Лавров. Вот сегодня были слухи о том, что он там госпитализирован, вроде бы не подтвердилось. И вот он будет отдуваться за Путина и за всю Россию, потому что, естественно, будут какие-то вопросы. Но я знаю, что Великобритания призвала участников этого саммита к тому, чтобы бойкотировать Россию, не участвовать в общих мероприятиях, даже не фотографироваться. Так что Лаврову я не завидую, он будет чувствовать себя в полной изоляции. Но, с другой стороны, я бы не преувеличивал роль вот этого саммита, потому что главная цель, насколько я знаю, все-таки не Украина, но эта тема будет там, естественно, центральной. И даже если будет принято какое-то решение, опять в очередной раз призовут Россию к тому, чтобы закончить войну, я думаю, это никакого воздействия на Россию не произойдет, даже несмотря на то, что вот какие последние события, я имею в виду, пекство из Херсона, называть вещи своими именами, хотя в России это более, так сказать, корректно называют возвращение на какие-то позиции. Оставление Херсона, возвращение на заранее подготовленные позиции. Вот, 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 заранее подготовленные позиции, перед дислокацией и так далее. Но мы уже с вами умеем формулировать. Но, кстати, это очень такая болезненная тема для России, даже для пропагандистов, которые не смогли внятно народу разжевать и объяснить, если 40 дней назад кричали, что Херсон – это Россия, мы здесь навсегда, вдруг через 40 дней выясняется, что не навсегда вообще 40 дней тут выглядит очень так, как-то так печально. Но, возвращаясь к саммиту, я думаю, что все-таки это важно, и для России важно хоть в таком плане участвовать. Но Лавров уже переживал такие чувства, да, когда он заранее вынужден был ретироваться. И здесь никто не будет слушать его докладов. Я думаю, все уйдут, как в известном анекдоте про Вовочку. Только он выйдет, все встанут дружно и выйдут, хотел сказать, из класса, из аудитории. Никто его слушать не будет. Так что для России это такое будет жалкое какое-то зрелище. Но не поехать нельзя было, если бы не поехали и сказали, ну вообще вам нечего там сказать. Жень, мы как-то касались в наших программах, касались вопроса о российских беженцах, которые появились в Европе. Беженцы, ну, в общем-то, статус беженца получить достаточно сложен. Но, тем не менее, это беженцы, которые в основном те, которые не захотели участвовать в войне. Есть ли какая-то информация, что сейчас происходит? Мы знаем, что из Армении, из Грузии идет обратный отток. То есть очень многие возвращаются. Есть ли какие-то публикации на эту тему, что происходит в Германии? Ну, вы знаете, эта тема совсем ушла с первых, даже не с первых полос, а вообще из полос, из повестки дня. После того, как только объявили мобилизацию, в первые дни это была тема номер один. Говорили, как это сложно получить статус, что это нужно напрямую подавать здесь заявление. Но я не слышал, что был большой наплыв вообще вот этих, ну, я бы их назвал, уклонистов. Не слышал вообще, что какая-то была такая большая компания по этому поводу. Сейчас вообще эта тема ушла. Мне такое ощущение, что уже те, кто пытался, уже попытались. А сейчас вообще, насколько я знаю, в России эта тема ушла тоже с мобилизацией. Хотя там какая-то идет скрытая мобилизация, набирают добровольцев. Но я не слышал, чтобы в Германии по этому поводу какие-то были разговоры. У меня такое ощущение, что это все сдулось в первые же дни. И сейчас вообще нет. И, кроме того, есть еще дополнительная информация. Для того, чтобы получить визу в Германии, значит, надо предоставить справку о том, что у тебя есть счет в одном из европейских банков. Понятно, что для россиян открыть счет – это просто нереально. И мне кажется, что Германия таким вот хитрым способом пытается избавиться от российских туристов, да, русо-туриста. Но мы уже говорили с вами, что это не совсем корректно. Это не беженцы, это туристы. Нет, нет, мы говорим про туристические какие-то визы и другие. Это, естественно, не беженцы. Но сам факт, я думаю, что это правило общее для получения визы, какая была ни была, значит, есть счет в Европейском банке. Да, нет счета. До свидания. Ну, я добавлю свои пять копеек по имеющейся у нас информации. Кроме необходимости иметь расчетный счет в немецком банке, медицинскую страховку, которую, в принципе, обязаны делать все туристы в любую страну, теперь необходимо сделать в европейской стране. То есть, если раньше принимались там российские страховки, то сейчас Германия, и, насколько я знаю, целый ряд других стран Европы эти страховки не принимает. Евгений, спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Евгением Кудрецом, журналистом из Германии. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok